Ветер 3-4 метра в секунду, это примерно вот такой эффект. Дорогие друзья, доброе утро. К чему это всё? Откуда у нас перчатки? У нас в гостях педагог школы живописи, специалист по интерьерной живописи Станислав Фунтус. Добрый утро. Вы ослепительно выглядите, поэтому, пожалуй, я буду в очках. Станислав, сразу первый вопрос. Почему, как вы появились в студии, тут стали парить запахи, извиняюсь, алкоголя? Запахи радости сегодня в связи с тем, что мы разберём алкогольные чернила, технику написания абсорбционных картин при помощи алкогольных чернил. Это вот они так выглядят, да? Да, совершенно верно. Это чернила на основе алкоголя. Так это же в самолёте их провозить можно, по-моему, с таким объёмом? Почему нет? Меньше 30 мл. 18+, алкогольные чернила, собственно, быстро сохнущий краситель на спиртовой основе. Совершенно верно. Поэтому для написания картины необходимо также использовать разбавитель, то есть изопропиловый спирт. Основные, конечно, пыры у нас всё-таки ведут именно из-за использования изопропилового спирта. Легко ли обучиться такой технике? Что это вообще за техника, в чём она заключается? Это всё очень легко. Создать свой маленький шедевр может каждый. Можно мы? Да, конечно, покажите. Это как раз такие работы наших учеников, которые были выполнены в рамках одного мастер-класса. То есть знание каких-то академических основ, заканчивать художественную школу, это всё не требуется. Нужно просто возраст 18 лет, нет? Совершенно верно. Не быть беременным и возраст 18 лет. Минздрав предупреждает. Так, расскажите, мы берём, что, кисточку? Ну, как это работает вообще? Для работы нам понадобится изопропиловый спирт, специальные алкогольные чернила. Так, вот у нас пустой лист, да? Да, совершенно верно. Начнём с чистого листа, Сашка, наши с тобой отношения. И средства защиты, а также фен. То есть без средств защиты крайне я не рекомендую выполнять работу, особенно в плохо проветриваемом помещении. Поэтому... Что к ним относится? Необходимо закрыть поверхности, также обезопасить себя при помощи фартука. Давайте всё, что поэтапно делаем. У вас есть фартуки, они должны быть на человеке, да? Поэтому разрешите продемонстрировать. Прошу. Пока Саша примеряет фартук, я спрошу, эта техника общеизвестная, либо её знаете только вы и ваши друзья? Это, кстати, узкий круг людей. Техника активно набирает популярность в России, а так она уже давно известна как в Штатах, так и в Австралии. Но у нас, видимо, не всё быстро доходит, поэтому у нас она только набирает... Станислав, я спрошу вот так. Обычными же красками можно сделать? Либо вот в чём именно суть делать вот этими пропитанными алкоголем красками? Чем они отличаются? Нету блеска или чём? В принципе, сама техника кардинально отличается от работы другими материалами, и плюс сама работа у нас получается максимально расплывчатой, абстракционной и насыщенной при всём при этом. Поэтому очень тщательно и важно выбирать материалы, особенно непосредственно, чем мы производим свою работу. Здесь, да, это абстракция, но я вижу вот здесь, это глаз тигра либо льва, золотая грива, он очень гордый. Совершенно верно. Такое ощущение, знаете, один из них открыт, баллончик с краской. Нужно их закрыть, это я стал фантазировать. Мне кажется, знаешь, это прямо находка для психологов, потому что по этим шедеврам можно, мне кажется, ставить диагнозы. А ты же как раз и психолог. Можно, Стас, узнать, с чего нужно начать? Как я говорил, для начала мы защищаем все поверхности, а также самого себя любимого. Мы готовы? Готовы. Также перчатки, маска. У вас нос заложен, в принципе, и так справитесь, я хочу увидеть эффект. Очки и также, конечно, сами материалы. Это фен, чернила и изопропиловый спирт. Сейчас есть, конечно, другие основы, которые имеют не столь резкий запах, но каждая основа имеет... Но это уже совсем не то, да? Да, не так уже весело. Так, я не вижу почему-то кисточки. Кисточка здесь не нужна. Кистью у нас будет существовать. Каким образом осуществляется? При помощи напора воздуха мы наносим, сначала мы наносим алкогольные чернила, можно сразу капнуть. Тогда сразу, давайте скажем, что это должна быть не бумага какая-то обычная, потому что она сразу впитает все. Для этого специально необходимо использовать материалы, которые не впитывают в себя, соответственно, спирты. То есть обычно бумага нам не подойдет, для этого специально нужна синтетическая бумага. Также можно выполнять работы на пенокартоне, на любых поверхностях, таких как пластик, стекло, керамика. Шикарно. То есть я правильно понимаю, мы замешиваем краску? Да. И техника нанесения, есть много вариаций, один из которых можно налить в стаканчик изопропиловый спирт, добавить немного алкогольных чернил, вылить на работу и уже при помощи струи фена направлять и создавать свою абстракционную картину. То есть не обязательно вбирать это все в специальные какие-то пипетки и прочее. Это для удобства. Для удобства. Вот я могу вот так... Это, Саша, вообще я принес. Так, понятно. И потом под напором воздуха, феном в любом направлении можно, собственно, раздувать эту краску. Все верно. И это буквально может занять пару минут. Серьезно. То есть вот у нас сейчас копошилки будут. И мы за это время успеем нарисовать картину новую? Конечно. Были ли в истории вообще живописи какие-нибудь многомиллионные продажи подобных шедевров? Не замечал. То есть техника еще новая. Быть может, надо просто подольше подождать. Ну, дождемся. Дождемся очень скоро. В выпуске новостей обязательно. Мы и продадим, в принципе, с вами. Станислав, спасибо, что вы к нам заглянули. Начинаем рисовать пока копошилки. Да, мы продолжим. И скоро увидите шедевр от Александра и от меня. Я тоже давай одеваться начну. А пока копошилки, пожалуйста, внимательно, внимательно смотрите. Потому что обязательно информация будет полезная. Копошилки.